Приветствую всех, дорогие друзья. В этом ролике как всегда собраны самые интересные новости железа, поэтому не забудьте досмотреть его до конца и поддержать семи нанометровым лайком. И с вашего позволения я начну с увлекательной новинки AMD. Изначально появилась информация, что AMD выпустила RX 6700 без приставки XT в названии, а французский портал Ковкотленд даже опубликовал изображение такой видеокарты от Sapphire. В основе такой модели используется графический чип от ноутбучной версии RX 6700M, а карточка получит 10 гигабайт памяти GDDR6 с шиной 160 бит. И вот тут думаю стоит напомнить, что RX 6700 XT имеет 12 гигабайт памяти с шиной 192 бита, а значит в 6700 очень сильно порезали память. Издание также сообщило, что 6700 поступит в продажу уже 9 июня, а цена в Европе составит около 570 евро. Немного позже Sapphire сама представила новинку, которая получила название Radeon 6700 без приставки RX. То есть это первая видеокарта для ПК, которая не получила эту приставку, что уже наталкивает на мысль о специальном применении. К тому же для 6700 просто нет MSRP, поэтому распространяться она будет скорее всего через ОМ-каналы. Всего новинок Sapphire будет две, одна под уже привычным названием Pulse, а вторая просто без названия. И вот просто нельзя игнорировать тот факт, что вторая видеокарта внешне идентична модели для майнинга под названием GPRO X080. Таким образом можно предположить, что Sapphire просто переключила серию карт под майнинг для продажи геймерам. Steam опубликовал статистику о системах своих пользователей за май, где виден заметный прирост видеокарт RTX 3000. По сути это и не удивительно, ведь дефицит отступает, а цены возвращаются в норму, так что геймеры начинают обновлять свои системы свежими картами. Наиболее сильный прирост показали видеокарты RTX 3080 и 3070, которые за май набрали 0,24% и 0,19% соответственно. На третьем месте по приросту неожиданно оказалось GTX 1070, на четвертом RTX 3060, а на пятом RX 5700. Такой прирост старых карточек вполне можно объяснить тем, что они по-прежнему неплохо тянут игры, а майнеры их активно сливают. Тем не менее самой популярной видеокартой среди пользователей Steam остается GTX 1060 и ею обладают 7,17% пользователей. Что касается процессоров, то здесь AMD продолжает постепенно отбирать долю Intel и за май красные набрали 1,24% и их доля составила 32,8%. Еще стоит отметить, что шестиядерные процессоры снова стали самыми популярными в Steam и их доля равна 33,6%. Справедливо отметить, что шестиядерники уже отбирали первенство у четырех ядерников в марте и теперь снова его вернули. Вполне возможно, что это произошло из-за появления более доступных шестиядерников от AMD, да и цены на 5600X прилично так просели. Но ссылочки на все актуальные шестиядерники AMD я оставил в описании под роликом. Что касается операционных систем, то самой популярной по-прежнему является 64-битная Windows 10, а Windows 11 имеет долю 19,59%. Причем Windows 11 увеличивает долю быстрее прочих, но все равно весьма медленно и за май она набрала лишь 0,65%. Видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin является одной из лучших, когда речь заходит о разгоне, и это в очередной раз продемонстрировал оверклокер BissoBisso. Он использовал сразу две 3090 Ti, систему охлаждения с жидким азотом и два блока питания мощностью по 1600 Вт каждый. Типичное энергопотребление 3090 Ti под нагрузкой составляет от 450 до 500 Вт. Но экстремальный разгон выжимает из адаптеров все соки, так что каждый адаптер в итоге потреблял более 1200 Вт. Судя по всему, когда две карты работали в связке, максимальный разгон GPU составил около 2550 МГц, а вот для одного адаптера удалось достичь частоты 2925 МГц, что очень близко к отметке 3 ГГц. Память при этом разгонялась до 24 ГГц, а температура GPU составляла всего минус 40 градусов. Получается, что RTX 3090 Ti в рамках экстремального разгона уже способна упираться в предел двух 16-контактных разъемов питания. И довольно интересно, увидим ли мы третий 16-пин в видеокарте RTX 4090 Kingpin. В базе данных юзер-бенчмарк отметился 24-ядерный процессор Raptor Lake в компании с дискретной видюшкой Intel Arc A717. Сам инженерный образец Raptor Lake имеет на борту 8 производительных и 16 энергоэффективных ядер. А максимальная частота процессора в рамках теста составила 4,6 ГГц, что довольно ниже ожиданий, но весьма неплохо для тестового чипа. К тому же тут использовались планки DDR5 на 4800 МГц, хотя Raptor Lake должны получить частоту 5200. Очень же низкая графическая производительность A770 вполне объясняется тем, что видеокарта задействовала лишь 1 ГБ памяти. В общем, ничего полезного тест не несет, но подтверждает, что Intel активно тестирует свои видеокарты и наличие 16 малюсеньких ядер. Еще, кстати, появилась информация, что Core i9-13900K может набирать в однопоточном режиме Geekbench более 2300 баллов. Для сравнения 12900K набирает около 1900 баллов, а значит новинка будет примерно на 15% быстрее в Geekbench. Если сравнивать с 5950X, то 13900K будет быстрее уже на 35% на одно ядро, однако такое сравнение максимально неправильное. Так как флагмана Raptor Lake нужно сравнивать с процессорами на Zen 4, но их производительности в Geekbench мы пока не знаем. Но поддержать финансовую таверну новостей в это нелегкое время вы всегда можете подпиской или донатом по ссылкам в описании. Я же как всегда говорю огромное спасибо всем, кто поддерживает ролики лайком и копеечкой. Еще больше новостей как всегда есть в моем телеграм-канале и группе в ВК. До новых встреч, друзья!